Дай почитать. Дай почитать. Поведение собак настолько богато и разнообразно, что не идет ни в какое сравнение с поведением остальных братьев наших меньших. У собак множество потрясающих талантов. Есть собаки, которые могут распознать наличие рака у человека. Есть, которые безошибочно находят контрабанду у пассажира. Есть собаки, которые утешают людей, переживающих тяжелые травмы. И собаки-поводырия. Нет ни одного животного, с которым бы у людей были бы такие длительные и такие глубокие взаимоотношения, как с собакой. Клайв Винн в книге «Душа собаки» подробно описывает свой путь в кинологии, истории изучения так называемого гения собак. Оказывается, что умственные способности собак не очень отличают их от других животных. Но в них есть то, что можно назвать гиперсоциальностью. Говоря проще и не используя научную терминологию, собаки умеют любить. Знаете, что сердца собаки и их хозяев бьются синхронно, когда они вместе, как у любящих пар. Именно желание собак построить теплые эмоциональные связи, а не особый ум, сделал их вид таким успешным в человеческом обществе. Разумеется, доктор Винн использует слово «любовь» в шутку. Но по-другому выразить эмоциональную составляющую наших четвероногих друзей невозможно. Особенность этих животных заключается в их сердцах, а не в умах. Хотя история выдающейся интеллектуально собаки, породы, бордер-колли, чейсер просто потрясает. Она знала название более 1200 игрушек, то есть ее владелец, профессор психологии, просит ее найти, например, золотую рыбку. И она среди сотен прозрачных коробочек с игрушками находит и приносит искомую золотую рыбку. Цель книги не только в описании научных опытов и наблюдений, но и в том, чтобы помочь понять человеку. Большая привилегия быть любимым собакой, возможно, одна из лучших в нашей жизни. И пусть мы докажем, что достойны этого 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам «Преображенское 65» и «Ленина 103А». До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!